Обращу ваше внимание на такой показатель, как тапомана, ну буквально его характеризует температура. И сейчас я вам дам ключ к алгоритму, по которому мы фактически оцениваем наличие бешама-агни, тикшна-агни и манда-агни. Бешама-агни это неустойчивый огонь пищеварения, он наблюдается у человека с ватодисбалансом. Ватодисбаланс и вообще дисбаланс любой из маха-дош принято в этой вкладке, это скриншот вкладки баланс, и дош превышает 5 баллов. Пометьте себе, с точки зрения норматива часто у пользователей возникают вопросы, когда Доша в дисбалансе, когда она имеет некие тенденции, но еще находится в балансе. Условно, 5 баллов это тот порог, выше которого Доша находится в дисбалансе. И, соответственно, может быть ситуация, что, например, у человека пито-конституции и монодоминирующий, красный столбик, фактор П, то есть связанный с пито-дошей, если он будет ниже 5 баллов, то, соответственно, тенденция к выраженности тикшна-агни у него не будет. Если, соответственно, больше 5 баллов, то по дополнительным алгоритмам, но этот момент является определяющим, у этого человека будет дисбаланс пито-доши с фактически наличием сильного огня пищеварения. По аналогии, фактически у нас идет работа с другими Дошами. Определение огня пищеварения является важной составляющей, потому что, когда вы оцениваете функциональное состояние человека, недостаточно взять и оценить только один модуль, например, модуль кульсорганов или меридианы, как сейчас у нас называется, или один модуль только субдоши, необходима обязательно сочетаемость данных. И вот этот показатель состояния огня пищеварения является очень важным, потому что он дает прогностические моменты для понимания того, как хроническая проблема может протекать более благоприятна или менее благоприятна. Потому что если мы не выправим огонь пищеварения, то, соответственно, прогноз на восстановление в ближайшие сроки ухудшается. Следующее нововведение, оно появилось у нас неделю назад, это представление данных по пульсу органов согласно схеме, которые рекомендует доктор Вассан-Клад. Нужно отметить, что система пульсовой диагностики, которую пропагандирует доктор Вассан-Клад, она является не единственной, но будучи уникальной, она очень широко распространена на Западе, особенно в Северной Америке. Если брать Индию, то там несколько упрощенный подход, не выделяют 7 уровней, как выделяет Вассан-Клад и его школа, которая была первой от его учителей. И в этом упрощенной схеме иногда даже есть некоторые разночтения, особенно если говорить о субдошах. Кроме того, есть школы, в частности, Атрея Смит, я сегодня буду цитировать этого автора, где также по некоторым уровням пульса существуют свои оригинальные подходы, отличающие его от подхода Вассан-Клада. В любом случае, эта схема, чтобы ее научиться читать, здесь все достаточно подробно написано. Она разделена на 4 сегмента. Это пульс справа, пульс слева. Представьте, что вы сидите лицом к вашему пациенту и обеими руками считываете пульс с его рук. Таким образом, глядя ему в глаза, вы будете держать правую руку. Для вас это будет слева, для него справа. Соответственно, своей правой рукой вы будете держать его левую руку. Поэтому пульс слева, он как бы для вас справа. Ну, надеюсь, вы разберетесь с этим подходом. Дальше, классически в пульсе есть три точки регистрации и пульсации. И вот первые два столбца, я сейчас включу указку, буду вам показывать, это фактически данные, которые мы снимаем с указательного пальца справа. Это средний палец, это безымянный палец. Соответственно, здесь у нас тоже самое указательный палец, средний палец, безымянный палец. Чтобы вот эта сложная схема, она уложилась, и вы поняли логику ее представления, ориентируйтесь на этот подход. Дальше, читайте вы эти графики таким же образом, как и китайскую схему. То есть, это стациональная адекватность органа, красное напряжение, желтое, соответственно, снижение. Почему мы перешли к этой схеме? Работая в первую очередь с англоязычными пользователями, которые практикуют пульсовую диагностику, запрос пошел в первую очередь от них. Мы поняли, что должно быть некое семантическое сопряжение данных. И вот представление данных в этой схеме, оно очень легко проверяется путем пальпации, с тем, чтобы человеку проще было сопоставить результаты. Этот апгрейд также является бесплатным, поэтому рекомендую вам обновить дистрибутив, но обновить дистрибутив где-то спустя 3 дня. Сделайте это примерно в понедельник. Сейчас мы выкладываем новый дистрибутив, и там некоторые нюансы поправляем. Вот, чтобы сразу свежий дистрибутив переинсталлировать, поставите себе это обновление. Дальше хотелось бы сказать еще один очень важный момент. Когда вы пытаетесь определить функциональное состояние человека, обратно же обращаю ваше внимание на просто реляцию данных, и обязательно пользуйтесь вкладкой биоэнергетика. На эту тему у нас вышла статья, буквально последняя, внимательно ее почитайте, там суть этого подхода отражен. В двух словах я расскажу о том, какая идеология заложена в этом модуле. Модуль достаточно давно появился, у большинства из вас он, безусловно, тоже есть. И представьте, что... Я проведу сейчас такую аллегорию или сопоставление. В течение минуты, который принято называть минутный объем крови. В среднем это порядка 5-6 литров, в зависимости от массы тела. Так вот, в конкретный орган этой крови попадает определенное количество. И этот показатель называется региональный кровоток. Ну, например, сердце от общего объема крови кровоснабжается примерно на 10%. Мозг примерно на 15%. Почки забирают 25% всего объема крови, которое сердце за минуту прокачивает. Вот модуль биоэнергетики, с точки зрения физиологии, он имеет именно эту подоплеку, потому что, как вы понимаете, кровь несет все необходимые энергетические пластические вещества в орган, фактически обеспечивая его энергетику. И, проводя такую аллегорию, можно предполагать, что между вкладкой биоэнергетики и процентом, который мы видим распределение энергетики в конкретном системе или органах, и характером его регионального кровотока, есть прямое соответствие с точки зрения физиологии. Соответственно, чем больше энергетика, она обеспечивается должна обязательно повышенным уровнем регионального кровотока. Метаболизм начинает бурлить. Это позволяет органам справиться с текущими задачами или теми проблемами, которые есть, или теми задачами, которые ставит перед ним организм. Ну и еще несколько слов, пока мы собираемся. Это вкладка спектр. Сейчас мы уже плавно переходим к теме нашей лекции. Я хотел бы отметить, что алгоритм, который я разрабатывал, как авторский алгоритм функционального состояния, который прошел многочисленной валидизации, при расчете данных по субдошам, он в качестве одной из первичных информаций, помимо стабилизирующих индексов, работает с вкладкой спектр. И логика, чтобы вы понимали, откуда мы берем данные по субдошам, я сейчас немножко на это обращу внимание, примерно следующая. Вот каждый пик, который вы видите на спектрограмме, спектрограмма получается путем антического преобразования кардиоинтервала граммы, регистрированного в течение пяти минут, с помощью метода, который называется фурьер-реобразование. Мы получаем график, который дает нам выраженность мощности на определенной частоте по оси Х у нас частота в герцах, по оси Y у нас выраженность этой частоты. И вот каждый пик в этой спектрограмме это включение той или иной системы регуляции. С точки зрения физиологии эти системы регуляции понятны. И проводя математическую корреляцию, мы фактически выходим на оценку состояния субдош. И вот в сегодняшней лекции моя самая главная задача заключается в том, чтобы вам рассказать о тех современных понятиях, которые с позиции естествознания современного, клинической физиологии современной, стоят за понятием субдош. Потому что если апеллировать исключительно к канонам, что безусловно важно сделать, и мы от этого отталкиваемся, то не всегда понятно, что с клиническими процессами в конечном уровне на субдош связано. А если мы видим ее дисбаланс, мы должны понимать, как это отражается на функции органа и на текущем уровне здоровья. Сегодня в нашей лекции мы об этом как раз и поговорим. Итак, практически все, кто у нас зарегистрировался на семинар, уже находятся с нами на связи. Начинаем нашу основную лекцию. Модуль субдоши разрабатывался сложно, я бы сказал, в муках. И первый посыл к его разработке мы получили в первую очередь от специалистов, которые являются глубокими экспертами в области анализа пульса. Потому что изначально, оценивая Конституцию только исключительно на основе баланса Махадош, им вот этой информации было недостаточно. Да, я включил демонстрацию. Значит, и они задавали нам вопросы, но как же быть без субдош? И на протяжении, наверное, трех лет мы достаточно долго работали над выдверением этого алгоритма, в первую очередь на уровне математического языка при анализе ритма сердца. На сегодняшний момент большинство специалистов, к мнению которых мы апеллируем, кто валидизирует наши методики, отмечает, что в целом алгоритм работает достаточно надежно и устойчиво. Но по порядку. Модуль, в который включена вкладка субдош называется НИДАНА, и не просто так, если переводить его с санскрита, то за понятием НИДАНА целая система знаний, которая апеллирует к понятию корень заболевания или причина заболевания. Потому что недостаточно оценить и дисбаланс дож для того, чтобы помочь человеку с позиции эверведы. В сложной прописи, например, той прописи, которую делает васан-платр, одно, один или два компонента, это компоненты, которые обязательно назначаются с учетом коррекции, я имею в виду, в первую очередь, лекарственное растение, с целью коррекции той или иной субдоши, которая вышла из равновесия. И когда вы делаете комплексную пропись, у вас должна быть информация о таком состоянии та или иная субдоши находится, чтобы сделать правильную конституцию с целью воздействия на пыльную систему регуляции, которую мы понимаем как субдоши. В этом смысле как раз оценка субдоши является более глубоким осознанием тех функциональных изменений или расстройств, которые происходят в организме человека. Поэтому мы относим это к категории неданной или причине заболевания. Дальше, если рассуждать логикой клинического мышления юридического специалиста, то очень важно знать некоторую теоретическую подоплеку с точки зрения патогенеза развития заболеваний. И вот в одном из канонических источников Сушута Санхита прямо указывается на то, что специалист, который практикует ирведу, он обязательно должен знать стадии развития болезни. Нужно отметить, что на сегодняшний момент аппаратно-программный комплекс ведопульс с позиции подхода не оценивает эти стадии, мы еще не разработали эти алгоритмы, поэтому мы сейчас с вами немножко проговорим, потому что вы должны обладать этими знаниями с целью более компетентного формирования реабилитационной программы. Код выделяет несколько стадий. На санскрите это Санчая, Прокопа, Прасара, Стхана, Якти, Ипхеда. Более того, указывается, что кто понимает, на каком стадии находится дисбаланс души в плане развития заболевания, только тот специалист может называться Вайки, называться врачом. Эти стадии представлены на следующем слайде в виде классической картинки из учебника доктора Вассантлада. Здесь как раз в виде схемы показано, как фактически происходит переход функционального расстройства в конкретное морфологическое морфологическое проблему. Вот на примере вата-доша. Вы знаете, что если вата-доша выходит из равновесия, то в первую очередь это связано с апановатой, то есть в доша, которая расположена в толстом кишечнике, мы об этом сегодня будем говорить. И накопление, дисфункция, в первую очередь систем регуляции, которая связана с работой дистальных сегментов толстого кишечника, приводит к тому, что запускается процесс, то, что называется накопление или процесс санчаи, процесс накопления, с позиции ирведы это называется накопление доши вместе ее основного локализации, из-за чего доши начинает выходить из основного места локализации и через кровоток любую дошу разгоняет в яно-вата, то есть та система регуляции, которая фактически определяет динамическими моментами распределения и потока информации по всему организму начинается стадия распространения или просары. дальше в зависимости от пракрики конкретного человека это вышедшая из равновесия доша либо может потянуть за собой другую дошу либо локализоваться в тех местах которые называются генетически слабыми местами в частности здесь показано отложение этой доши в суставах в результате чего возникает нарушение секреции синвяальной жидкости возникает условно обозначается понятием сукость сустава и появляются первые признаки развития заболевания в яхте и последующие уже архологические изменения в хедо где изменения становятся необратимыми вот основные принципы патогенеза которые заложены в идеологию развития заболевания с позиции аэрологической медицины на каждом из этих этапов задействуется та или иная судоша о которых мы сегодня будем говорить ну еще несколько теоретических предпосылок это предпосылки которые связаны с тремя главными причинами заболевания с позиции аэрологической медицины на которые вам необходимо обращать внимание потому что помимо физического воздействия с помощью лекарственных растений или каких-то техник манипуляций которые вы оказываете плотные тела в первую очередь физические эфирные тела есть необходимость проводить еще и определенный психоанализ понимая что ряд ошибок интеллекта если можно так выразиться с которых начинается функциональное расстройство если их не изъять достаточно сложно будет функцию компенсировать аюрведа говорит о том что есть три главные причины болезни это праджный аппарат парадха ошибка интеллекта которая связана с тем что человек формирует неправильные установки результатом чего у него проявляется склонность к употреблению как в пищу так и с точки зрения употребления эмоций или умом не совсем гармоничной пищи вторая причина болезни с позиции ирведы это неправильное использование чувств когда речь идет о том что человек направляет свои мысли свои действия неправильные поступки которые дисгармонируют его природу результатом чего является такое если можно выразиться тонкое отравление так же как ама образуется в физическом теле и она может изменять баланс душ утяжеляет течение болезни такая же ама она образуется на уровне чувств и ума результатом чего является запуск тех или иных функциональных расстройств и третья причина болезни вне возможности человека лежит это влияние климатических изменений которые также с учетом сезонной периодики необходимо учитывать при назначении рекомендаций особенно когда у человека есть дуальная конституция ватт в одном сезоне вы даете рекомендации по ватт конституции в другом вы даете по питок конституции так вот основные теоретические предпосылки которые лежат в основе понимания того какая судоша выходит из равновесия с какими причинами это может быть связано и как на нее оказать воздействие с тем чтобы стабилизировать ее состояние сразу же отмечу что когда вы проводите анализ судоша анализ его нужно проводить с очень жесткими критериями что это значит это значит что для того чтобы оценить текущий баланс судоша нужно добиться воспроизводимости результата для этого человек должен быть очень жестко адаптирован и во время к самому процессу съемки информации предъявляются очень жесткие условия лучше это делать в утренние часы после того как человек немножко отдохнул что называется пришел в себя потому что когда вы будете производить те или иные манипуляции допустим пранаяму допустим проводить какие-то асаны давать воздействие каким-то лекарственным препаратам вы увидите динамику вот эта динамика ее в первую очередь необходимо считывать как вектор или тенденция которая показывает в какую сторону данное воздействие склоняет изменение судоша это не есть состояние судош после воздействия эту информацию нужно считывать только как вектор или тенденция то есть если допустим пранаямой пранавата сдвигается в сторону усиления то это не значит что спустя какое-то время она в этом уровне и останется она безусловно вернется к своему исходному состоянию но благодаря воздействию вы увидели тенденцию посредством которого вы можете сместить данную судошу в нужное вам направление поэтому главным ключом к анализу судоши является воспроизводимость для того чтобы ее получить человек все-таки нужно исследовать в его базовом состоянии а не возбужденном посредством каких-то манипуляций еще раз повторяю манипуляции нам показывают вектор изменения судоши или тенденцию которая при этом формируется в изменении физиологической функции как оценивается судоши классически с помощью пальпаторной диагностики в основе пальпаторной диагностики лежит медитативный анализ фенотипа пульсовой волны с помощью подушечек пальцев врача и поставьте сейчас пока вы слушаете лекцию указательный палец средний палец и безымянный палец на лучевую артерию таким образом чтобы указательный палец был ближе к кисти а безымянный палец был ближе к сердцу обхватите запястье поставьте пальцы осуществите легкое давление таким образом вы будете пальпировать поверхностный пульс и затем сделайте два неглубоких нажима не передавливая сосуд лучевую артерию до третьего уровня первый нажим до второго уровня и второй нажим до третьего уровня под каждой подушечкой пальца вы услышите либо не услышите пульсовой толчок классически на девичняном то есть в трактате который говорит о пульсовой диагностике указывается что на третьем уровне в проекции субеж на пальцы рук пульсовых толчков не должно быть если вы ощущаете пульсовой толчок в проекции той или иной субдуши это означает что субдуша вышла из равновесия с позиции пульсового анализа есть два полярных состояния первое субдуша находится в нормальном состоянии не вышла из равновесия и второе субдуша вышла из равновесия что касается программы ведопульс то мы попытались дифференцировать баланс субдуша до трех моментов которых я сейчас чуть позже скажу на примере субдуша вата доши и сейчас мы поговорим о вата субдуши и так существует пять подвидах ветра вайю иногда называют пранавайю или пранавата фактически это одно и то же и к приставке каждой субдуши идет добавление приставки на санскрите ан что отображает главную суть субдуш связанных с ватадуши потому что они все так или иначе связаны с движением с динамиком благодаря которых идет снабжение той или иной области тела энергетикой и так выделяет пять подтипов ветра или пять подтипов вата доша это пранавата и когда вы ставите указательный палец на пульсовой толчок то фактически пранавата фиксируется как самая дистальная точка пульсового толчка на подушечке указательного пальца вы видите что кровь движется в таком направлении сердце к кисти стоит указательный палец и пульсовой толчок в случае дисбаланса пранавата он будет проявляться вот в этой точке следующее это данавата по центру вьянавата более проксимально то есть ближе к сердцу сама анавата самый проксимальный толчок при дисбалансе апанавата происходит я обязательно рекомендую специалистам которые работают на ведопульсе учиться пульсовой диагностики и учиться своими руками также слушать пульс поскольку вот это дополнение собственным навыкам и инструментам позволяет получить более глубокий результат при оценке функционального состояния человека специальную схему я вам нарисовал программе вида пульс субдоши ватадоши расставлены немного со своей логикой сначала у нас идет оценка пранавата затем апанавата удана самана и в последнюю очередь яновата это продиктовано определенной особенностью его алгоритма и как я уже сказал в аюрведе есть две категории либо субдоши находится в балансе либо субдоши вышла из равновесия в программе ведопульс мы попытались дифференцировать некое третье состояние когда субдоши находится не просто в возбужденном состоянии она изменена но находится в депрессивном состоянии это продиктовано тем что с точки зрения логики клинической физиологии можно посмотреть на состояние субдоши с двух сторон с точки зрения усиления функции этой субдоши с точки зрения ослабления функции субдоши но иногда эта логика при некоторых субдошах вы увидите когда мы будем сейчас разбирать она не совсем работает поэтому диапазон оптимальное состояние которое у нас от 1 до 4 что это за диапазон вернемся к предыдущему слайду то есть вот он этот диапазон от 1 балла условно до 4 балла мы считаем как неким нормальным состоянием субдоши когда те функции которые она осуществляет в организме достаточные и нет той или иной проблемы с этой субдоши по большому счету исходя из логики аюрведической мы должны этот диапазон расширить от 0 до 4 и вы в принципе его так воспринимать и можете но в некоторых случаях для детализации особенно когда за этим есть прямая прямой клинический смысл можно выделять дополнительный диапазон дочерни сниженный диапазон субдоши от 0 до 1 для того чтобы уточнить некоторые особенности патогенеза а что касается выхода субдоши из равновесия диапазон выше 4 однозначно указывает на то что субдоши в дисбалансе и требует коррекции для того чтобы остановиться и не человек прановата очень часто пользователи начинающие работать с видопульсом и люди которые начинают подходить к айрведе изучать ее путают два момента когда говорят о прановате есть понятие праны как базовое понятие которое говорит о некой энергетике которая фактически оживляет физическое тело и есть прановата как система которая как раз в большей степени этой системе делегировано право на управление праной таким образом прана как сама энергетика и прановата как система которая управляет праной Безусловно, что процесс насыщения организма праной связывают с процессом дыхания. И именно за счет процесса дыхания идет насыщение праной нашего организма, хотя не только, но это основной процесс, благодаря которым эфирное тело встраивается в физиологические процессы, обеспечивая на уровне материальной проекции классические процессы, такие как механические, астматические реакции, электрогенос и так далее, той необходимой энергии, которая нужна для того, чтобы совершить движение. Вата Доша это Доша, которая отвечает за движение, за процесс его кинетическом исполнении. Поэтому, когда мы говорим о пранавате, мы говорим о том, что это система, которая фактически определяет характер аккумуляции праны через процесс дыхания, в первую очередь. Если говорить о современном представлении, то пранавату можно сравнить с определенными подкорковыми структурами, которые регулируют процесс дыхания и, как следствие, контролируют уровень оксигенации крови и оксигенации тканей. Слово оксигенация это насыщение кислородом. Связать прану как энергию только с кислородом было бы достаточно поверхностно, но на сегодняшний момент, пожалуй, именно кислород выступает тем материальным субъектом, который с точки зрения биохимических процессов объясняет, что стоит за понятием праны и какой смысл вкладывают в это понятие те мудрецы, которые писали юридические каноны, когда говорили об этом понятии. На сегодняшний момент можно утверждать, что в организме человека существует уникальная система миграции определенных электронно возбужденных состояний. Именно электронно возбужденное состояние было бы с позиции естественной научной теории правильнее связать с концепцией прана как энергией. Сейчас мы немножко об этом поговорим. И эти электронно возбужденные состояния, они формируются в нашем организме благодаря очень сложному процессу, который получил свое название тканевое дыхание. Тканевое дыхание это физиологический процесс, который происходит в каждой клеточке. Происходит он на уровне органеллы, который называется митохондрия, где кислород, который мы получаем благодаря процессу внешнего дыхания, фактически вдыхая его вместе с воздухом, попадает во внутреннее пространство и в конечном итоге в клетку, выступает в роли источника электронов, которые перемещаются по сложной биохимическому каскаду на уровне мембраны митохондрии, результатом которого является фактически образование энергии. И вот этот процесс образования энергии на уровне клетки получил название тканевое дыхание, результатом которого является формирование электронно возбужденных состояний. Поэтому с позиции современного естествознания под понятием прана, как энергии, можно понимать вполне понятные с точки зрения биофизики явления. Они отражены на данном слайде. То есть это не какие-то непонятные энергии, которые витают в нашем организме. И если мы допускаем их существование, мы входим в противоречие с современной физиологией. Под понятием прана можно подвести вполне осязаемый и изученный в определенной степени процесс. Вот картинка, которая здесь приведена, она взята из учебника химии за 8-9 класс, где вокруг атома водорода вращается один электрончик. И если мы хотим ввести энергетику, то этот электрончик из своего электронного основного состояния должен перейти на более низкий энергетический уровень. Переход его на более низкий энергетический уровень за счет электронного стратства фактически высвобождает энергию, которая затем может аккумулироваться в другой систему. И вот когда мы говорим об электронно-возбужденных состоянии, речь идет как раз о электронах, которые могут аккумулировать это электронно-возбужденное состояние и его передавать другим открытым системам, с которыми они взаимодействуют. Более того, если вы возьмете учебник биофизики, допустим, Московского университета под редакцией Самохина, профессора, который читает лекции по биофизике, то в главе, которая так и называется «Биоэнергетика», вы обнаружите ряд потрясающих открытий, о которых давно уже говорит традиционная медицина. Она говорит о том, что в нашем организме существуют определенные миграции энергии, которые фактически определяют текущее функциональное состояние работы той или иной системы. И эту миграцию энергии классическая биофизика связывает с очень интересными электронами, которые находятся на пи-орбиталях. Помните, из курса химии это электроны, которые вращаются по гантелеобразной орбите. Так вот, дело в том, что в процессе формирования в эволюции белково-нуклеиновых форм, то есть от физического кутляра, в который мы все обращены и с историческим процессом формирования сферы, эти пи-электроны сыграли очень важную роль в плане эволюционного развития. Оказывается, что эти электроны могут переходить в электронно-возбужденное состояние тогда, когда на них попадает квант света. Квант света, который фактически излучает Солнце как жизнедательный. И этот квант света может быть аккумулирован, результатом чего является переход этого электрона на более возбужденное состояние. И затем это электронно-возбужденное состояние может осуществлять конверсию, превращение этой энергии в другой вид работы, который мы сказали, астматическое, химическое и механическое. Таким образом, в течение эволюционного процесса появился уникальный механизм, в первую очередь связан с фотосинтезом, благодаря которому энергия Солнца фактически могла запасаться в продуктах питания. И эту энергию потом, благодаря тканевому дыханию, через кислород мы могли извлекать. При этом, вот как раз схемка, которая это все иллюстрирует, что квант света, попадая на электрон, переводит его в электронно-возбужденное состояние, и возвращение электрона в свое базовое состояние выделяет энергию, которая достаточна для того, чтобы фотосинтезирующие растения из неорганических веществ фактически синтезировали органическую компоненту, это жирные углеводы, которые затем мы потребляем, потому что мы прямо усваивать Солнце не можем, можем это только опосредованно через фотосинтезирующие растения, но вот в этих жирах, белках и углеводах заложена как раз конвертированная энергия Солнца, которую мы извлекаем в результате процесса дыхания, тканевого дыхания, через включение кислорода в этот процесс, результатом чего является фактически прямое образование энергии. Таким образом, мне бы хотелось, чтобы вы, когда апеллируете такими понятиями, как прана, сопоставляя его с энергией, видели за этом достаточно изученные уже на сегодняшний момент процессы. Безусловно, мы не можем говорить о том, что эти процессы осмыслены нами во всеобъемлемости, и открытия еще нас ждут, но уже одно то, что мы апеллируем к тем понятиям, которые приняты современной наукой, является достаточно важным аргументом, который не выводит нас за рамки так называемой уже науки, а оставляет нас в рамках диалога с современным академическим миром. Это очень важно. Итак, я остановился на этом сознательно, чтобы показать вам, какой эквивалент с позиции современной физиологии заложен в понятии прана. А теперь вернемся к прана-баке. Да, кстати, один интересный слайд. Он показывает, что на сегодняшний момент биофизика описывает математические механизмы миграции этих электронно возбужденных состояний, которые происходят в нашем организме. Классическая аюрведа, когда говорит о наде каналах, или традиционной китайской медицины, когда говорит о меридианах, говорит о том, что есть системы, по которым идет миграция этих эфиропотоков, или этой энергетики. И если мы обратимся к биофизике, то фактически она нам доказывает, что это не противоречит современной естественной научной концепции, потому что существуют простые и понятные, математически описанные в рамках физической модели, работающие механизмы миграции этих электронно возбужденных состояний. Мы не будем сейчас на этом останавливаться, я его просто привожу в качестве доказательства этой теории о том, что действительно в нашем организме существует сложный процесс миграции энергии. И современная наука, физиология и биофизика, она только начинает для себя открывать сложный пласт явлений, который происходит в нашем организме, что безусловно говорит о том, что строение физического тела, оно многомерно, и попытки осознания того, как происходит обмен энергетики, фактически выводит нас на понимание того, что физическое тело, оно не самодостаточное с точки зрения существования, поскольку все эти явления, они безусловно, с точки зрения юрведы, существуют на уровне эфирного проводника, который и осуществляет обеспечение энергии нашего физического тела, то, что связано с понятием прана. Какие функции прановаты, то есть системы, которые регулируют в нашем организме процесс формирования энергетики и ее передачи в те или иные зоны нашего организма, считается, что прановата, то есть система, которая регулирует процессом энергообразования, она концентрируется в мозговых структурах. О чем так четко написано в канонах? О чем может идти речь? Речь может идти о том, что существуют системы регуляции, в первую очередь на уровне стволовых структур, которые фактически могут вмешиваться в процесс образования и распределения энергетики в нашем организме. И с точки зрения процесса дыхания, безусловно, речь может идти о дыхательном центре, который расположен на уровне ствола мозга. Дальше в канонах говорится, что прановата, благодаря распределению энергетики, может регулировать состояние ума, сердца и сознания, то есть проявление сознания в материальном мире. О чем здесь? Вы знаете, что с позиции энергетической концепции каждый человек проявлен в этом мире в той или иной степени его осознания. То есть считается изначально, что мы как бы спим, но развивая в себе наши способности, мы пробуждаемся. И вот это пробуждение, оно связано с тем, что к нам приходит некое осознание действительности, и наши действия уже становятся не рефлекторными, благодаря тому, что они управляются инстинктами, а осознанными, благодаря тому, что мы понимаем, как можно управлять наши инстинктами. Так вот, проявление сознания в материальном мире, оно в том числе контролируется прановатой. В качестве примера приведу вам одну из интересных методик, которые на сегодняшний момент используются в психологии. Может быть, кто-то знает из вас по такую дыхательную технику, как дыхание по гроху. Был такой психолог, он занимался изучением измененного состояния сознания, и эта методика, она напоминает определенный вид проноямы, когда человек очень интенсивно и глубоко дышит в течение определенного периода времени. В этот момент идет очень мощная оксигенация, насыщение кислорода в крови. Результатом этого является повышение метаболизма мозговых структур, и у человека могут даже появляться определенные галлюциногенные моменты в тот период, когда он занимается этой техникой. Это позволяет затем проводить тот или иной психоанализ. Так вот, как раз процесс управления дыханием через изменение оксигенации крови и последующей стимуляции метаболизма показывает нам, что наше сознание может быть дополнительно стимулировано через изменение энергетики. Это как раз и лежит в том, что пранавата регулирует ум, сердце и сознание. Пранавата – это субдоша, которая фактически лежит в основе управления остальными субдошами. И другие виды субдош, они фактически на своем уровне, так или иначе, благодаря пранавате воздействуют на энергетику этого места. Ну и с точки зрения йоги пранавата, она связана, считается, с седьмым энергетическим центром, которое на санскрите называется Сахасрара. Это такой грегорный тип центра, который связывает нас с более высокими состояниями бытия. Еще раз подчеркнем, что современным естественно-научным эквивалентом понятия пранаваты как системы регуляции это условно можно называть стволовые центры, которые управляют висцеральными функциями, бессознательными функциями. То есть мы дышим и не осознаем, что мы дышим, потому что этот процесс в определенной степени контролируется бессознательным механизмом. Но мы можем в определенной степени вмешаться сознательно благодаря удановате с тем, чтобы этот процесс регулировать. То же самое речь идет о стволовых центрах регуляции кровообращения и ритма сердца и стволовых центрах регуляции секреции лемоторики в желудочно-кишечном тракте. То есть везде, где так или иначе есть центры регуляции движения, будь то крови, будь то сердцебиение, будь то перистали в кишечнике, принимает участие вата-доша и в частности прана-вата. Теперь к более прагматичным моментам, отходя от теории, а что будет, если прана-вата выходит из равновесия? И в первую очередь мы попытаемся дифференцировать изменения прана-ваты по двум полярным состояниям, что будет в результате снижения индекса связанного с прана-ватой во вкладке судоша, и что будет в случае его повышения. Затем посмотрим, как трактуется это другими специалистами, в частности, доктором Бассантладом, доктором Атрея Смит и доктором Фроури. При снижении индекса прана-ваты в целом можно говорить о том, что организм недостаточно образует энергию, он как бы находится в энергоистощенном состоянии, то есть жизненный тонус, жизненная энергия или прана, то, о чем мы с вами говорили, он снижен. Вот если вы в течение определенного периода времени наблюдаете вашего пациента и увидите, что индекс, связанный с пранаватой, находится в зоне от нуля до единицы, можно предполагать, что находясь в таком длительном энергоистощенном человеке, состояние у этого человека может возникать ситуация, благодаря которому пракрити заболевания, то есть генетически дотерминированные заболевания могут провоцироваться. У каждого из нас, благодаря мозаике генотипа или врожденной нашей конституцией, существует предпосылка к развитию тех или иных заболеваний. Они могут возникнуть, если мы ведем неправильный образ жизни и, входя в дисгармонию с законами природы, вводим себя в энергоистощенное состояние, либо могут не возникнуть. То, чтобы они не возникли, этому учит Ирведа, она говорит, как жить в соответствии с гармонией с законами природы, чтобы этот дракон, который есть в каждом из нас, он не проявился. Вот, если вы видите у человека, что прана возниклижена и оно стабильно находится, воспроизводимое в серии исследований в течение какого-то периода времени в депрессивном состоянии, если вы знаете проклятие этого человека, можно предполагать, что у него будут возникать заболевания с акцентом на его проклятие и той генетической детерминированности, которая есть. Еще некоторые люди, которые занимаются биоэнергетическими практиками, хилерством, указывают на то, что в некоторых случаях пациенты, приходящие к ним и имеющие сниженный индекс проноваты, могут быть в состоянии энергоистощения не только по своей вине, но и благодаря тому, что существует такое состояние, как энерговампиризм, но об этом мы говорим лишь с пользой, поскольку это не является академическим понятием, просто фиксируем факт, что такая точка зрения на интерпретацию этого индекса тоже существует. Что касается повышения индекса связанного с проноватой, то он должен быть либо иметь тенденцию к 4 баллам, где-то 3-4 уже можно рассматривать как тенденцию к повышению, либо когда индекс выходит за пределы 4 баллов, что явно указывает в него повышение, в первую очередь говорит о том, не говорит о том, что у человека хорошая энергетика, то есть у него как бы много энергии, потому что прана и прановата, еще раз как бы вам пытаюсь донести, это немножко разные вещи, хотя и работающие на определенном одинаковом уровне. То есть прановата это система управления энергией, если прановата высокая, это не значит, что энергии много в организме, это значит, что в организме происходят процессы, которые связаны с тем, что спрана энергия затрачивается в больших количествах по отношению к некому уровню физиологического покоя, что отражает либо некое стрессовое напряжение, либо острое состояние. Вот здесь как раз очень важно индекс, связанный с прановатой, сочетать с другими индексами, чуть позже я это вам покажу, с тем, чтобы понять, а на какой конкретно физиологический процесс идет трата энергетики в организме. И раз на этот физиологический процесс больше затрачивается энергия, значит, вот здесь и есть некий клубок причины тех функциональных расстройств, на которые нужно оказать воздействие с тем, чтобы добиться того или иного результата. Так об этом говорит с точки зрения внешних признаков дисбаланс праны ваты проявляется ахипное, то есть учащением дыхания, то есть частота дыхательных движений у человека должна быть выше 10 в минуту. В среднем 10-12 дыхательных движений в норме человек осуществляет в минуту. Вот если частота дыхательных движений выше 10-12 может указывать на то, что прана вата находится немножко в возбужденном состоянии. Это приводит к тому, что организм начинает компенсировать дефицит энергетики за счет учащения дыхания, но проявляться это дополнительно может такими клиническими признаками, как избыточная чувствительность органами чувств, легкая склонность к головокружению. Это не значит, что человек постоянно есть. У него периодически при изменении положения тела в автостазе могут возникать вот эти явления. В некоторых случаях может возникать ощущение дезориентации в пространстве, возникать фобия, появляются такие чувства, как будто вы не понимаете, а где вы находитесь, оторванность от реальности. Ну и в более запущенных случаях появляется тремор. Этот тремор может появляться не только на уровне того, что легкая дрожь в голове, но и в том числе в руках. Это знаете, вот как у человека, который долго употреблял алкоголь, он в абстинентном синдроме находится, и у него руки начинают трястись. Вот то же самое, некое такое состояние, что вы стали замечать, что легкий тремор возникает. Везде, где возникает тремор, это вата расстройство, но в данном случае она связана с расстройством прановат. Ну и еще раз повторю, что не оцениваем этот индекс, хотя он несет достаточно за собой базовую информацию, мы безусловно его смотрим в совокупности с вкладкой пульс органов, с вкладкой меридианом. И если вы видите, что прановата вышла из равновесия, вы заходите в вкладку пульс органов и смотрите, что есть напряжение или недостаток в определенной системе, связанной с тем или иным органом, то как раз сочетание этих двух моментов может указывать на то, что именно в этом органе есть нарушение процессов энергообеспечения, результатом чего стал выход из равновесия прановата, который вы видите при обследовании. Что говорит Вассант Лат? Он еще более точно дифференцирует дисбаланс прановаты до конкретного клинического состояния. В частности, говорит, что если прановата выходит из равновесия, то у человека начинают возникать мигрени, подобные боли. Причем эти мигрени, подобные боли очень часто провоцируются климатическими изменениями, к которым у человека теряется толерантность. очень сильно чувствительным. Его органы чувств обостряются на восприятии этих климатических изменений. Самое простое это скачки давления, это резкие падения температуры, особенно для континентального климата, которое характерно. Дополнительно могут появляться легкие расстройства кровообращения в сосудах головы, которые проявляются звоном в ушах, склонностью к головокружениям, что указывает на наличие вот этих мозговых расстройств кровообращения. В психологическом плане, если вы интервьюируете человека, он может указывать на такие симптомы, как бессмысленный поток различных образов мыслей, которым сложно управлять. То есть этот поток постоянно вовлекает его в необходимость анализировать что-то, результатом чего является легкая тревожность, элементы бессонницы, о которых вам человек может говорить. Кроме того, дополнительным признаком, указывающим на расстройство праны ваты, но в сочетании, как правило, с удановатой является синдром, который называется дисфагия. Дисфагия, когда возникает антиперистальтика пищевода и у человека может возникать отрыжка и нарушение процесса глотания и нормального передвижения пищевого комка по пищеводу. Кроме того, благодаря тому, что прановато за собой тянет определенные чувствительные расстройства, у человека могут возникать называемые полинеэропатии с диффузными неопределенными локализациями расстройствами чувствительности, в первую очередь, кожного плана. это расстройство может происходить на руках, то есть на теле, на ногах, проекции головы с появлением таких вот участков избыточной чувствительности либо, наоборот, сниженной чувствительности. При этом все это сопровождается тем, что человек говорит, доктор, я становлюсь забывчивым, вот раньше у меня хорошая память была, сейчас вот я как-то обращаю внимание на то, что иногда простую информацию мне сложно удержать внимание, да, и прана вата также выходит из равновесия при заболеваниях органов дыхания, это естественно, поскольку она вмешивается в управление процесса дыхания и в случае, когда легочные объемы и емкости изменяются в результате воспалительного процесса, результатом чего является нарушение процесса ассимиляции кислорода, это неизбежно вовлекает прана ватух в той или иной степени, чтобы скомпенсировать этот процесс, ну, например, при бронхолегочных заболеваниях может возникать одышка, которая является элементом компенсации этого состояния. Так, давайте на этом слайде мы сейчас сделаем пятиминутный перерыв, пять минут отдохнем и через пять минут мы с вами продолжим знакомство с удошами. Согласно Атрею Смиту, он больше делает акцент на психологических расстройствах, он указывает на то, что у человека может возникать определенная эмоциональная сухость в виде недостатка чувств, эмоциональной экспрессии, вы будете диагностировать его в психологическом статусе состояние тревоги и беспокойства и бессонницы о том, что лежит за ним, мы уже с вами проговорили. Общая склонность к сухости кожи будет, к сухости слизистой, ну, собственно, как и при любых ватарасстройствах состояние возникает. И заболевания, если они протекают при расстройстве вата-доши, они протекают с таким очень сильным энергоистощением, упадком сил, то есть человек очень долго, длительно из простых простудных заболеваний, потому что он находится в состоянии энергодефицита. Психические расстройства определенного плана, но не из большой психиатрии, которая свойственна расстройству, допустим, садхака пити и припитодоши, такого легкого плана по типу тревожности, каких-то побений определенных, сенсорные расстройства, ну, и неврологические заболевания, если они затрагивают особенно черепно-мозговые нервы, ну, классический пример это трегиминальные боли, когда тройничный нерв или лицевой нерв дают такие фасциального плана проекции боли, они так или иначе тоже затрагивают прановат. Было бы странным, если бы в этой лекции мы не акцентировали внимание не только на диагностических посылах, которые мы можем оценивать самостоятельно, польпаторно, либо с помощью аппарата программного комплекса Ведопульс, но и не рассказав о том, это состояние попытаться исправить. И в первую очередь мы обращаемся к лекарственной фитотерапии. В этом отношении я должен поблагодарить нескольких людей, которые помогали мне в разработке этой лекции, в частности доктора Свами Джи из Соединенных Штатов, который является автором уникальной энциклопедии по Юрведе, большая книжка больших размеров, толстенная, ее можно приобрести через Амазон, она одна из самых продаваемых книг там является, человек находится в степени саньяси, то есть он монах, он практикует аюрведу, у него собственно центр медических исследований, и они активно работают с Ведопульсом. На протяжении многих лет он анализирует источники, в первую очередь, Чарака Санхиту, Шута Санхиту, Ашнага Фридаем Санхиту, он выделял те или иные лекарственные растения с оцинкой на источники, которые влияют на эту информацию при подготовке клея Центра Шута, я ему очень сильно благодарен. Кроме того, наши старые пользователи Ведопульса также прислали нам некоторую информацию, за что мы тоже дополнительно за это благодарны, потому что откровенно сказать, влияние лекарственных растений на Судоши это тема такая закрытая, эзотерическая, очень мало информации на эту тему, поэтому с жадностью постарайтесь впитывать эту информацию, конспектировать что-то, отмечать в себе, потому что в русскоязычной литературе вы вообще этого практически не найдете. Итак, какие лекарственные растения и техники могут влиять на прановату, с тем, чтобы его балансировать. Рекомендуется при дисбалансе, особенно связанном с избытком праны ваты, использовать лекарственные растения, которые обладают матхура раса, то есть сладким вкусом, либо тикта раса, то есть острым вкусом, и лучше с согревающей энергетикой, с успокаивающим, либо тонизирующим. Это классификация лекарственных растений, в частности, вот такими качествами обладает приведенное здесь растение базилик, с его формулой дошагната, то есть влиянием на или иные доши. Это растение, о котором мы сегодня скажем обязательно, это брахмин, которое одинаково эффективно может действовать на все три доши. Ну и известное вам юридическое растение, юридический тоник ашваганха. Все вот эти три растения, они очень сильно влияют на баланс прана ваты. Кроме того, рекомендуется осуществлять обязательно пранаяму в ежедневном режиме, для того, чтобы регламентировать курс упражнений, вы должны обратиться к соответствующему специалисту, имеющему соответствующую квалификацию, либо, если вы обладаете такой квалификацией, то расписать цикл упражнений для своих пациентов с тем, чтобы восстанавливать работу этой системы. Очень важно учить человеку созерцательной медитации, поскольку любая вата-доша это расстройство связанное с беспорядочностью, в том числе мысли, образах и ума, и созерцательная медитация переводит ум в равновесие, что в целом гармонизирует состояние, позволяет восстановить в том числе прана-вату. И определенные мантры и биджи, если вы обладаете этим знанием. Вот отдельно я буду приводить в пример рекомендации, которые дает Дэвид Фроули. Я объясню, почему отдельно. Я питаю очень глубокое уважение к этому специалисту и, безусловно, не сомневаюсь в его компетенции, но у него есть свой оригинальный подход, который действительно работает, он эффективен, но в некоторых случаях это не попадает в классический схем, на который я буду говорить перед приведением его слайда. В частности, Дэвид Фроули рекомендует такие лекарственные растения, джатамамси, полириана, шанка-пушкина, это уже сбор, витани снотворного, спарагуски стеносные, мускатный орех. Он говорит, что обязательно из техник необходимо делать широтхару, или если нет возможности и нету рядом специалистов анчикарно, знаете, что широтхара это проливание масла на определенные точки головы с мощным таким седативно-устокрительным эффектом, то хотя бы в домашних условиях делать массаж головы с кунжутным маслом, с тем, чтобы за счет промасливания извне успокаивать пранабату. после каждой субдоши при разборе того, как на нее влиять, я буду приучать вас и переводить в пример классический анализ конституции того или иного лекарственного растения, которое влияет на эту субдошу. И вот в частности здесь я привел растение, которое является священным в Ирведе, рекомендуется обязательно его иметь в каждом доме это базилик или тулуси. Посмотрите, согласно юридической конституции раса, то есть вкус этого лекарственного растения относится к категории катутика кашая, то есть острый, горький, вяжущий вкус. Если вы вспомните общие рекомендации, базилик подпадает, да, вот эти общие рекомендации. Дальше, гуна, то есть качество материальной природы, лак, лукша, с легкой и сухой качеством обладает это лекарственное растение. В нем горячая энергетика, но если речь идет о стебле либо листьях, если вы используете семена, то базилик имеет холодную энергетику. Здесь есть определенное различие. После усварения его острый и прабхава, уникальное действие этого лекарственного растения, которое нельзя объяснить только его конституцией, связано с тем, что он очень хорошо очищает энергетику на уровне тонких тел человека. Так на санскрите это можно перевести. Он позволяет раскрыть сердце, раскрыть эмоции, раскрыть ум, то есть состояние просветления, такое очень сильно саттличное это лекарственное растение, усиливает веру, сострадание, ясность и ясность ума. Политично и красиво базилик как говорится в праве губи. Влияет он дошагната, то есть гната изгоняет дошагната, на какую дошагнат в первую очередь действует, он успокаивает капху и вату, капхавата, шамака. И классический препарат, это лекарственное растение можно использовать при простудах, которые изменяют как раз усвоение праны при заболеваниях, сопровождающих кашлем, очень эффективен при лор-патологии с воспалением придаточных пазух, при мигрене в головных болях, поскольку балансирует прановату и при других состояниях. Кроме того, эта информация для вас будет интересной и мы сейчас готовим такой апгрейд модуля фитотерапии, где появится дополнительный модуль ранжирования лекарственного сырья по влиянию их на субдоши, тхату и сротос. Вот базилик, он влияет на расатхату плазму, на рак тхату клеточные элементы, маджа, костный мозг и нервная система и шука, седьмая самая высокая энергетическая ткань, связанная с семенем. и позволяет на уровне каналов или шротов очищать прановаха шроты, маджаваха шроты и стания ваха шроты. Прановаха шроты это как раз шроты, связанные с движением праны. Видите, прямое назначение этого лекарственного растения. И в отношении судош прямо указывается, что он влияет на прановату. Думаю, с базиликом проблем достать в современной лекарственной промокопее не будет. Следующая судош это удана вата. Удана вата, если переводить его с санскрита, означает ветер или воздух, который двигается вверх, или то, что заставляет этот ветер или воздух двигаться вверх. Фактически после того, как мы ассимилируем прану, либо в результате процесса дыхания, либо в результате процесса пищеварения, когда на грубом уровне, либо есть процесс тонкой ассимиляции праны через органы чувств, с помощью ваты мы можем управлять сознательно энергетикой или праной нашего организма, направляя их в те или иные системы или органы для регуляции физиологических процессов. Считается, что удана вата локализуется точкой сосредоточения его является горло. И вот пытаясь осмыслить, почему именно горло является точкой его сосредоточения, мы пришли к неожиданному выводу, оказывается, я привел здесь анатомическую схемку, на уровне C23 сегмента, это шейные и цервикальные так называемые сегменты, формируется очень важный нерв, который участвует в процессе дыхания. Нелкая схемка это нервус френикус или диафрагмальный нерв. Вот этот нерв, который фактически берет свое начало как раз из области шеи, это нерв, который контролирует диафрагму, это мышца, дыхательная мышца, которая обеспечивает две трети экскурсии легких. То есть благодаря этой мышце мы в основном дышим, особенно если речь идет об адоминальном дыхании, то есть когда при дыхании вы немножко выпячиваете живот, это самое правильное дыхание. и вот почему становится понятным, что удана вата может сознательно управлять процессом дыхания через фактически материальные проекции, связанные с диафрагмальным мером, начало которого формируется как раз именно шеей. Поэтому если брать источники, то удана вата, функция удана вата сводится к тому, что ее располагают в груди, то есть она контролирует процесс дыхания, концентрируется в горле, сейчас некое соответствие отчасти естественно очень нельзя прямое соответствие этому найти. Вообще сложно иногда каноны переложить на современные знания, но мы пытаемся это сделать, чтобы понимать, что стоит за этим. Управляет она выдохом и когда вы выдыхаете, кто занимается цигунем или пранаямой, именно во время выдоха сознательно вы способны направить лучом своего сознания энергетику в ту зону вашего тела, где необходимо восстановить ту или иную функцию. Таким образом, через метод визуализации, который очень распространен в психологии и биоэнергетических техниках, вы можете фактически помогать своему организму справиться с тем или иным расстройством. считается, что Дана Вата отвечает за память, за силу воли, это очень важное уточнение, и те посылы в нашем внешнем бытие, которые связаны с силой воли. кроме того, считается, что Дана Вата определяет те тенденции, которые формируются в наших поступках, и они связаны с кармическим предопределением, кармические жизненные стремления. И в юридической практике говорится о том, что именно у Дана после того, как происходит биологическая смерть, позволяет отделяться эфирному проводнику и более тонким телам, фактически направляя их в определенные сферы тонкого плана. С точки зрения йоги, как системы знаний, связывающие наше сознание с гармонизирующим его с мирозданием, которые используют йоги, они так или иначе направлены на развитие контроля у Дана Ваты. И Дана Вата становится рычагом, который через контроль процесса дыхания позволяет фактически развивать те или иные способности достигать тех целей, которые человек перед собой ставит. вата. И считается, что у Дана Вата связана с двумя центрами энергетически. Это Вишутка и Анахата. В ближайшее время мы планируем в профессиональном приборе Ведопульс у нас должен появиться модуль, который будет называться модуль медитация. Прообраз этого модуля есть в домашних приборах Ведопульс онлайн, ХОМ, в кардиобусе, где у нас есть заложенные технологии, которые называются биоуправлением. Суть этого модуля будет заключаться в том, чтобы вы, как специалисты, могли дать посыл или дать некую технику, рекомендацию для ваших пациентов, показав, что с помощью процесса дыхания действительно можно управлять энергетикой собственного организма. Но техника биоуправления позволяет это эффективно визуализировать. Каким образом? Вот на этом слайде приведен картинка сути работы этого модуля. Вы знаете, что наш прибор с помощью специального датчика регистрирует ритм сердца. Регистрируя ритм сердца, эта информация через наш прибор передается на мультимедийные образы, но на сегодняшний момент это цветок, либо мультимедийный кардиотренажер, где соревнуются два велосипедиста, целый мультик интересный, который мы создали. Если у вас будет желание, вы можете обратиться в службу техподдержки, у кого нету домашних приборов, они могут продемонстрировать вам, как работают эти модули. Так вот, что получается? Получается, что мультимедийный сюжет управляется ритмом сердца. Человек осознанно видит, как происходит динамика изменения мультимедийного сюжета и пытается включать определенные корковые механизмы, центральные механизмы регуляции, которые через, в первую очередь, процесс дыхания, через работу у данной ваты изменяют ритм сердца. Изменение ритма сердца дальше по биологической обратной связи выводится на монитор в виде изменения динамики мультимедийного образа. Таким образом происходит то, что мы называем объективная медитация. То есть человек не просто медитирует и где-то там в своей голове думает, что он получает каких-то результатов, а он объективизирует, а действительно он достигает этих результатов, либо нет. Вот чтобы научить человека о правильном искусстве дыхания, искусстве медитации, вы можете использовать этот модуль уже сейчас в рамках домашних приборов, либо когда у нас появится модуль в профессиональном приборе VEDA-УС. Рекомендую, используйте, и это самый, пожалуй, простой способ коррекции расстройств, связанных с суданой ватой. итак, что это за расстройство? При повышении индекса связанных у человека возникает сухой кашель, изнуряющая, длительно протекающая сухой кашель. При этом в целом возникает сухость верхних дыхательных пухей, трахеи, бронхов, в виде того, что пересыхание горла, затруднение, глотание, в некоторых случаях за счет вегетативных сильных расстройств, может быть, даже тошнота и рвота. В канонах отмечается, что у человека с дисбалансом у Тана Ваты возникает излишняя болтливость. То есть это некий такой психологический эквивалент этого состояния, когда очень много энергии он тратит как раз на то, чтобы вокализовать свой поток беспорядочных мыслей, и при этом параллельно с этим ему возникает беспорядочная деятельность. То есть ему хватается за одну работу, за вторую работу, за третью работу. Это как раз говорит о том, что вышли из равновесия Удана Ваты, потерян контроль волевой над определенными процессами, и в целом это проявляется некими внешними признаками, о которых мы с вами сказали. Что говорит доктор Васан Платт? Он говорит о том, что дисфункция Удана Ваты всегда лежит в основе нарушения проблем с речью. Что это может быть? Это может быть заикание, либо это может быть ситуация, при которой человек вроде понимает, что он хочет сказать, но он не может найти слов, чтобы это сказать. То есть есть более тонкие причины неспособности к самовыражению. Шуха, центр Удана Вата это как раз вот эти процессы. Кроме того, Удана Вата контролирует память, но память это очень сложный физиологический процесс, он состоит в нескольких этапах, и в частности Удана Вата она связана с процессом формирования энграмы памяти, то есть образа памяти или процесса запоминания, а также извлечения этой энграмы или то, что называется вспоминание и воспроизведение этой информации. Расстройство Удана Вата как раз блокирует на уровне нейрохимии мозга эти процессы, результатом чего является внешнее снижение памяти. Расстройство Удана Вата всегда сопровождается антиперистальтикой пищеводой и у человека возникает срыгивание, но не физиологическое срыгивание после еды, когда вы поели и газовый пузырь у вас уже лука вышел, это нормально. Оно может возникать вне приема пищи таким навязчивым моментом. Очень часто это приводит к икоте. Икота это спазматическое сокращение диафрагмы, а мы с вами уже договорились, что одним из морфологических проекций, посредством которого на уровне физического тела Удана Вата контролирует процесс дыхания, это как раз диафрагмальный нерв и диафрагма. И расстройство Удана Вата может проявляться вот в этих пароксизмах. Описывается, что у этого человека есть нарушение выражения мыслей, в результате чего вокализация их тоже снижена в экспрессии чувств, в экспрессии эмоций, то есть человек становится эмоционально сухим, более замкнутым, и при дисфункции Удана Вата у человека снижается сила воли, то есть он не может найти в себе силы преодолеть какие-то жизненные события, преодолеть какие-то жизненные препятствия. Он это списывает все на утомляемость, которая действительно тоже присутствует, но проблема может быть значительно более лучше. Смит также указывает на то, что дисфункция Удана Вата всегда сопровождается кашлем, либо если это связано как бы с гладкой мускулатурой бронхов, либо с рвотой отрыжки, если это связано с гладкой мускулатурой пищевода, но дополнительно он указывает на то, что Удана Вата находясь в длительном дисбалансе усиливает расстройство САМАНОВАТА. САМАНОВАТА, как мы чуть позже выясним, это система регуляции, которая связана с контролем процесса пищеварения нового металлокного кишечника. Удана Вата может толкать САМАНОВАТА к расстройству. Какие лекарственные растения и техники могут влиять на Удана Вата и что вы можете использовать с целью восстановления. Общая формула при расстройстве данной ВАКО это лекарственные растения со сладкими острыми вкусами. Это в целом для ВАКО с согревающей энергетикой и желательно, чтобы эти лекарственные растения обладали спазмолитическими, то есть снимали спазм гладкой мускулатуры, седативными, ну и если это необходимо, противопошливыми свойствами. Такими качествами, согласно канонам, обладает лекарственное растение солодка, вы видите ее профиль по Дошам, ашлаганха, и если говорить о техниках, то все расстройства ВАКО Доши, они очень хорошо восстанавливаются пранаямой, и Удана Вата не является в этом отношении как раз исключением. Дополнительно к этому можно использовать ряд юридических асан, повторяю, и пранаяму, и йогатерапию обязательно нужно с ней работать только с человеком, который обладает настоящими знаниями, потому что это тонкие методики, которые могут настолько сильно дисбалансировать вашу энергетику, что за ними могут даже быть психические расстройства. Доктор Фроули для балансирования Уданной Ваты рекомендует очень распространенные у нас в Сибири лекарственные растения Мать и Мачеху Аиль Болотные, лекарственные растения из семейства Валерьяна, высотогорная Валерьяна Джатамамси, и просто Валерьяну солодку, обязательно кунжутное масло, и внутрь употреблять ги, для того, чтобы также делать внутреннее промазло. В качестве примера для Уданной Ваты я выбрал солодку. Давайте ее разберем и посмотрим, почему и как она влияет на Уданную Вату. Она обладает действительно сладким вкусом, второй вкус детектор горький и влажное качество. Это качество противоположное Ваты Доши. Вы помните, что Вата Доши легкая и сухая, солодка тяжелая, снизка влажная. Соответственно, солодка будет очень хорошо нарушать состояние Ваты Доши. У нее холодная энергетика, что показывает то, что длительный прием солодки может приводить к тому, что при сильно выраженном дисбалансе Вата Доши солодку лучше длительно не употреблять короткими курсами. Эффект после пищеварения у нее сладкий, что также благоприятен для Ваты Доши. И Прабхава считается, что это одно из немногих лекарственных растений, которые произрастают у нас на планете, которое может прямо увеличивать отжиз. Отжиз это ее эквивалентом является уровень энергетики в нашем организме. Солодку рога гната, рога болезнь гната изгонять, то есть в первую очередь используют при заболеваниях бронхолебочной системе, но не только при других инфекционных заболеваниях, потому что солодка содержит ряд противовоспалительных эквивалентов стероидных гормонов, которые, вмешиваясь в процесс воспаления, его успокаивают. В том числе используют при заболеваниях желудочного кишечного тракта, при нарушении болезней месячных у женщин, при климаксе и в целом при упадке сил солодка достаточно эффективна за счет того, что прабхава увеличивает отжиз, восстанавливает состояние после перенесенных простудных заболеваний. Считается, что солодка это одно из немногих растений, которое действует на все ткани, все 7 тканей, арканцамеда, астхи, манджа, шукра, аркава. То есть на все эти ткани солодка будет оказывать свой омолаживающий рассаянный эффект, восстанавливая отжиз в этих тканях. Действует она в том числе через очищение каналов или шротов, пищевой канал. И вот мы видим прановах обратно. Прямое указание на то, что солодка вмешивается в каналы, которые связаны с движением прана в нашем организме. влияет она не только на удана вату, солодка также влияет на банха какапу, на свишака какапу, на поча капиту. То есть множественный эффект. Следующая субдоша, которую мы с вами разберем, относится также к ванта доши, это сама навата. Сама навата буквально означает то, что находится посередине либо уравновешивающий воздух. Вата в целом переводится как воздух и расположение этой субдоши действительно посередине нашего тела, если мы его симметрично разделим. Таким вот образом санскрит дал его перевод. Но он не только связан с текущим топографическим положением на самом деле. Сама навата она как бы разделяет пять видов ват на два этажа. На верхний этаж, к которому относятся прановата, удановата и отчасти вьяновата, и нижний этаж, к которому относятся апановата. И вот этот уравновешивающий воздух, это как раз воздух, который находится в промежутке между очень важной субдошей апановатой, о которой мы будем говорить, и вот верхними субдошами. И баланс между ними как раз очень часто отражается на состоянии самана ваты. Считается, что если обращаться к канонам, к источникам, там указывается, что самана вата располагается вблизи огня пищеварения. Пока пометим на себе достаточно важный тезис, потом попытаемся его расшифровать. Что с позиции современной физиологии это может значить. Дальше указывается на то, что она, сама навата, движется повсюду в коштхе. Что значит движется повсюду в коштхе? Коштха это пищеварительный канал, пищеварительный тракт. То есть сама навата, она находится в пищеварительном канале, обеспечивая процессы движения, связанного с пищеварительной трубкой. при дисбалансе может задерживать пищу в пищеварительном тракте. И самое главное то, что сама навата разделяет поступающую пищу, поступающие ингренты на суть, то есть те компоненты, которые нужны организму, и они потом всасываются. И отходы, которые называются мало, которые затем выводятся. Дальше указывается на то, что оно концентрируется в тонком кишечнике, основное место локализации. Ну, и фактически, с точки зрения физиологии, сама навата представляет собой мерные процессы регуляции пищеварительных функций, в первую очередь, на уровне тонкого кишечника. Это физиологический эквивалент понятия сама навата. Считается, что энергетически сама навата, она связана с третьим центром манипура, который управляет процессом кишечника в целом. И основная задача сама навата заключается в том, что она способствует извлечению праны из продуктов питания. И последующая утилизация праны или энергетики нашим организмам. Еще раз, сама навата это нервные процессы регуляции процессов кишечника варенья. Связано с тем, что извлекает, контролирует, не извлекает, а именно контролирует процесс извлечения праны из продуктов питания. Процесс трансформации извлечения праны связан с другой субдоши, с пача капитой, а вот процесс регуляции этого извлечения связан с сама навата. Не путайте, пожалуйста. Если пытаться сделать проекцию на современную физиологию, то локализовать морфологические процессы регуляции можно к нервам узла, в первую очередь солнечного сплетения, нервы которых непосредственно иннервируют органы верхнего этажа брюшной полости и контролируют процесс пищеварения, такие как секреция, перистальтика и так далее. Вот посмотрите, я привел здесь картинку специальную. Мы видим длины солнечного сплетения, которые направляют нервы к внутренним органам желудок, кровеносные сосуды, которые иннервируют эти органы печень, поджелудочные железонопочники, тонкий кишечник, и таким образом фактически с позиции нервной системы контролируют процесс пищеварения. Поэтому с физиологической точки зрения мы связываем саману вату с нервным контролем и морфологически с работой в том числе симпатических углов нервной системы. Что происходит при снижении индекса самана вата, которую вы можете определять в программе видов пищеварения. Идеологически это фактически может быть связано с неспособностью организма извлекать в ходе процесса пищеварения. Что это значит? Это значит, что человек кушает, но процесс пищеварения изменен, и те питательные вещества, которые он должен извлечь из пищи, фактически он не способен это сделать в результате нарушения процесса пищеварения. С одной стороны, и с другой стороны, поскольку самана вата связана не только с контролем излечения, но и с контролем ассимиляции энергии, снижение индекса самана вата может указывать на снижение способности тхату ткани ассимилировать рану, которая извлекается в ходе процесса пищеварения. Это стратегический как бы вектор при снижении самана вата. Что происходит при повышении индекса связанного с самана ватой? Всегда это указывает на нарушение нервных процессов регуляции функции желудочно-кишечного тракта в первую очередь на уровне тонкого кишечника. Проявляться это может разной симптоматикой. Это может быть метеоризм, это могут быть определенные спазматические явления, если мы говорим о моторике. Это может быть нарушение секреции соков пищеварительных, которые сюда проецируются, в том числе связанные и с поджелудочным секретом, и с собственным соком кишечника. И в целом, если вы видите повышение индекса самановаты, то можно говорить о том, поскольку это нервные процессы, и вата всегда связана с дисбалансом ума, это может указывать на психосоматические сопряжения, которые происходят в желудочно-кишечном тракте. Вот в этом отношении самановату важно также сочетать с вкладкой пульс органов, но в первую очередь тех органов, которые связаны с желудочно-кишечным трактом, чтобы смотреть, на каком уровне расстройство самановаты дало больше рикошетов. Вассант-лат говорит о том, что дисфункция самановаты проявляется очень многочисленными симптомами расстройства процесса пищеварения, всасывания и усвоения. И всегда при расстройстве самановаты будет нарушена перистальтика. Так или иначе, что клинически часто связано с болевым синдромом. Акрея Смит указывает дополнительно на то, что при расстройстве самановаты происходит всегда потеря аппетита, отсутствие аппетита, всегда появляется метеоризм, то есть вспучивание живота, отхождение газов. На фоне этого возникает спазма кишечника и так же как вассант-лат он оказывает, что эти нервные расстройства пищеварения приводят к нарушению процесса всасывания симптомов. Еще раз указываю на тот факт, что когда вы анализируете самановаты, обязательно смотрите с каким каналом меридиана расстройство самановаты связано. Это может быть шестой канал помки кишечника, это может быть четвертый канал связан с поджелудочной железой, это может быть одиннадцатый канал связан с перестальтикой желчного пузыря, это может быть в принципе даже третий канал связан с работой желудка. Тем образом, вы локализуете, если сочетанно выходят эти каналы, вы можете более точно терпически оценивать тот процесс, который происходит в организме пациента. Лекарственные растения, которые восстанавливают баланс самонаваты. Общие указания это мягкие, не сильно острые ароматные специи, желательно с ветрогонными свойствами. Ветрогонные, то есть изгоняющие избыточный газ, метеоризм. И если вы обратите внимание, здесь указаны очень много так называемых специй, которые мы добавляем по умолчанию в приготовленные блюда. Кумин, кориандр, анжван. Кроме того, ряд высокоэффективно действующих аэролитических лепарственных растений, такие как манжишта, брингородж, вабхитати, хоритай, брамин, ну и естественно шафран. Доктор Фроули дополнительно для балансирования саманы ваты рекомендует такие лекарственные растения, как имбирь, кардамон, фенхи, который очень хорошо под просветогонным эффектом оплодает, гвоздика, базилик, джатаманцы, гвоздогорного левиана, который восстанавливает нервные процессы регуляции, ромашка и при значительном снижении самановаты, лимонный соль. В качестве примера я взял кумин, поскольку как специя в любом супермаркете она продается и очень часто ее используют. Давайте попробуем разобрать, а как она влияет на бату. мы видим, что она обладает като, острый, тикто, горькие вкусы, у нее легкое, сухое и резкое качество, лакху, рукши, тикшна, горячая энергетика и острый вкус после усвоения. Уникальность кумина заключается в том, это его прабхава или уникальное действие, что он может фиксировать все три доши, что очень важно. Но в первую очередь он влияет на капху и вату. Поэтому мы пишем капхавата минус. На питу он влияет нейтрально и это как раз позволяет использовать кумин при фактически любой конституции капхавате либо пиле. Основное назначение кумина заключается в том, что за счет своих компонентов растительных, которые в нем содержатся, он влияет на слизистое и подслизистое межмышечное сплетение меснировское и аурбаховское сплетение нервной кишечника, фактически балансируя работу нервов таким образом, что проходят спазмы в желудочно-кишечном тракте, усиливается процесс фермента образования, то есть секреции и в целом это восстанавливает нарушенный процесс пищеварения. Кумин действует на расатхату, рактатхату и очищает шроты, ановаха шроты это как раз шроты связанные с пищеварительным каналом. То, что он влияет на ановаха шроты указывает как раз преимущественно его использование в тех заболеваниях, которые связаны с нарушением процесса пищеварения. Помимо саманы ваты, кумин также очень эффективно влияет при расстройствах пача-капиты. Субдоша, о которой мы будем говорить, и она тоже связана с процессами пищеварения. Четвертая субдоша связанная с вата доши это вьяна вата. Перевод вьяна может идти через мягкий знак с буквой я, либо через и краткую с буквой а. Это разные фактически транслитерные вы можете в литературе встретить и так, и так. В переводе санскрита вьяна переводится как воздух, который пронизывает весь наш организм. И этот воздух фактически обеспечивает движение всех воздухом нашего организма, проникающий воздух. Считается, что вьяна вата концентрируется в сердце и через контроль работы сердца заставляет двигаться прану в крови через сосудистую систему. Таким образом управляя в целом системой кровообращения. То, что она концентрируется в сердце, позволяет локализовать определенный морфологический элемент и считается, что вьяновато может быть связано с работой уникальных клеток пейсмейкера, которые генерируют электричество и таким образом определяют частоту сердечных сокращений. Потому что при расстройстве вьяноваты одним из первых признаков является тахикардия, то есть учащение частоты сердечных сокращений, которые неизбежно связаны с электрогенезом в этих клетках пейсмейки. Нужно отметить, что вьяновата как пронизывающий воздух, он с точки зрения биофизики в целом связан с процессами электрогенеза, которые происходят в наших клеточках. Поэтому считается, что к функциям вьяноваты также относится контроль тонуса скелетных мышц, в первую очередь мышц, которые обеспечивают передвижение тела в пространстве, связанное со скоростью нервных импульсов, нервных процессов, с характером внутренней секреции, там, где необходимо выбрасывать пищеварительные секреты, секреты железнодинтреней. Как я уже сказал, современные представления, связанные с вьяноватой, с физической точки зрения, привязывают работу этой субдуши к процессу электрогенеза клеток и органов, благодаря которому возникает электромагнитный импульс, заставляющий затем совершать механическую работу. Например, вы знаете, что в мышцах, мышца перед тем, как сократиться, провести механическую работу, она обязательно должна возбуждаться, возбуждаться. То есть вьяна возбуждает мышцы, мышца совершает фактически электромеханическую работу. Что происходит при снижении индекса вьяноватой? Считается, что если вьяновато сочетается с каналом перикарда, девятым каналом, то это может указывать на склонность к гипотоническим реакциям, либо к изменению сосудистого тонуса с преимущественным вариантом пунктического характера. Если вьяновато сочетается с десятым каналом тройного обогревателя циркуляции тридоши, как это говорится в аюрведе, это может практически быть с точки зрения классической физиологии эквивалентом понятия гипофункции эндокринных желез. Мы не можем дифференцировать конкретно какой, здесь требуются дополнительные клинические исследования, но в целом общая направленность обозначается. И снижение индекса вьяноватой может быть связано с мышечной остынью, с мышечной слабостью. Что касается повышения, индекса вьяноватой, то это всегда связано с усилением тонуса, сосудистого тонуса и быть эквивалентом гипертонии. Хотя в некоторых случаях из множественных моих собственных наблюдений я вижу, что гипертония в том числе может сочетаться и со сниженным индексом вьяноватой. Дальше. повышение индекса вьяноватой может указывать на гиперфункцию железа, особенно в сочетании с десятым каналом. Клинически это может проявляться такими психологическими масками, как непосредливость, нервозность. И у людей с расстройством вьяноватой всегда изменена частота сердечных сокращений. если частота сердечных сокращений ниже 50, это расстройство вьяноватой. частота сердечных сокращений выше 90, это всегда расстройство вьяноватой. На это необходимо обращать внимание. Поскольку вьяноватой связана с контролем над скелетной мускулатурой, то ее расстройство всегда сопровождается тремором, мышечной дрожью, нарушением координации движения и расстройством кровообращения. То есть то, что руки у людей с ватоконституцией холодные, это нарушение дисфункции вьяноватой, потому что идет нарушение кровообращения. Дополнительно считается, что когда вьяноватой выходит из равновесия, человек может жаловаться на такие мигрирующие боли, которые связаны с сухостью, суставов и в результате этого при незначительной нагрузке на тот или иной сустав может возникать неклиническая боль, которая при если сустав обездвижить, она постепенно проходит. Басанплат указывает на то, что первый признак дисфункции вьяноватой это нарушение циркуляции крови с зябкостью, склонностью к тому, что человек не может переносить холодную ветреную погоду и дисфункция вьяноватой всегда проявляется проблемами с системным давлением как в сторону гипотонии, как в сторону гипертонии. При периферических параличах, то есть когда повреждаются нервные стволики на конечностях либо повреждается спиной мозг в сегментарный уровень, также идет задействование вьяноваты и вьяновата может лежать в основе периферических нервных расстройств, но если допустим прановата больше относилась к чувствительности, то есть к расстройству именно чувствительности, то вьяновата к мышечным расстройствам связана с движением, к моторным расстройствам. И в основном вклад указывает на то, что расстройство вьяноваты приводит к сухости суставов, постепенно высушиваясь лишака какху, и это приводит к тугой подвижности суставов при длительном расстройстве ватой душе. Атрея Смит дополнительно указывает на то, что расстройство вьяноваты может проявляться нарушением координации движения, движения вот если классический тип вата доши рассматривать и описывать поведенческие тенденции человека, как себя ведет, как жестикулирует человек, это вот как раз свойственно вата доши, что координация движения у него нарушена и тонкая моторика, которую необходимо совершать, когда человек усидчиво педантично над чем-то работает, она в принципе у людей с ватой душе отсутствует, а при расстройстве вьяноваты это становится серьезной проблемой. Вьяноваты всегда будут расстраиваться при нервных расстройствах и Прея-Смит указывает на одно очень уникальное качество вьяноваты, что именно вьяновата способствует удалению метаболитов из ткани и в случае расстройства вьяноваты эти метаболиты остаются и способствуют образованию ама, которая может проявляться вот этими диффузными болями и еще раз указывает на туго подвижность суставов. Какие лекарственные растения мы будем использовать для восстановления вьяноваты поговорим об этом после перерыва продолжаем нашу лекцию и мы с вами остановились на лекарственных растениях и техниках которые были бы полезны при использовании если вы хотите восстановить вьяноваты у ваших пациентов. Общие рекомендации при дисбалансе в первую очередь с наклонностью к избыткам это травы с острым и сладким вкусом обратите внимание что при большинстве дисбаланса с СУДОЖ именно связанных с ватадошей используются эти два вкуса но при вьяновате дополнительно еще указывается на то что желательно использовать лекарственные растения с следующим ингредиентом действиями очень полезна общая масляная терапия о чем речь идет речь идет о масляных массажах это называется апхианга растирание массу с учетом в институции в том числе с добавлением различных кровяных элементов что касается лекарственных растений то очень эффективным лекарственным растением для восстановления вьяноватой является арджуна кора дерева арджуна вы видите ее кокель подошвам то есть она успокаивает питу капку и возбуждает вату используется кунжутное масло хорошо успокаивает вату но нужно быть осторожным у людей спит из капка конституции и черный перец черный перец он не обладает ждущим таким действием и вообще является очень сильным правильно обозначить лекарственным растением которое хорошо балансирует вьяноватой особенно у людей у которых есть такое состояние как нейрососудистая дистония в этом отношении он полезен безусловно пранаяма нужно отметить что у людей с расстройствами вата субдоши лучше в целом использовать пранаямы которые обладают согревающим действием поскольку вата сама по себе холодная и субдоши тоже в целом обладают этими же качествами поэтому будут полезны пранаямы согревающие но не сильно стимулирующие а таким легким согревающим эффектом которые могут расслаблять одновременно так же как используются асаны по вата типу которые обладают расслабляющим не динамические а статические асаны с концентрацией энергетики доктор фроули дополнительно для балансирования вьяна ваты рекомендует литонию снотворную китайский прутник индийскую миру очень любит доктор фроули джатамамси действительно у людей с вата расстройствами этот препарат обладает уникальным эффектом валерьяна поскольку он обладает горячей энергетикой согревающей поэтому очень полезно именно людям с вата расстройствами а допустим при питании в розах валерьяна лучше не употреблять поскольку она горячая и кунзутное масло которое в целом как техника при промасливании дает очень эффективный седативный эффект в том числе при расстройствах вьяноват остановимся на препарате который называется терминале арджуна этот препарат обладая определенными качествами он в целом имеет направленность в сторону снижения питокап и легкого возбуждения ваты души но когда расстройство вьяноват происходит и есть нарушение ритма сердца есть нарушение со стороны кровообращения есть нарушение со стороны системы гемостаза и особенно если у человека появляются проблемы с нарушением холестерина арджуна является препаратом выбора потому что фактически она решает все эти проблемы очень изящно и я знаю одного кардиохирурга который у нас в Бакулевке работает он эндус который защитил ученую степень практикующий кардиохирург в своих травяных сборах после его операции этот кардиохирург использует аджуну и он говорит о том что она иногда эффективнее работает чем дорогостоящие химические препараты которые нужно принимать людям со стентами чтобы снижать излишнюю свертываемость крови чтобы снижать холестерин и так далее по субдошам считается что арджуна хорошо эффективно балансирует именно в яновату но преимущественно у людей из пяток и последняя субдоша из пяти вата субдош это пановато всего 15 субдош по 5 на хадошу и вот из этих пяти всегда есть одна субдоша которая должна быть объектом пристального внимания если мы хотим восстановить в целом вата дошу вот такой субдош из вата субдош является апановато то есть апановато это ключ к восстановлению баланса в целом маха вата доши апано санскриты переводится буквально то что способствует жизни выводя продукты жизнедеятельности сложная интерпретация если буквально переводить это воздух который движется вниз мы с вами говорили о том что у нас есть воздух который движется вверх это удановато воздух который находится посередине сама навата воздух который вообще пронизывает все наше тело вьяновато а это воздух который движется вниз это нервные процессы которые контролируют процессы выведения выделения эндотоксинах считается вата специальным сегментом кишечника, в первую очередь толстого кишечника и концентрируется апанавата непосредственно в толстой кишке. Вы знаете, что основное место локализации вата дождь, вот на той картинке по патогенезу, которую я показывал, это как раз была толстая кишечника. Это царство апанаваты. Толстый кишечник это такой мозг вынесено на периферии, потому что количество нервных клеток, которые находятся в стенке толстого кишечника, фактически сопоставимо с количеством нейронов спинного мозга. Поэтому это настолько рефлексогенная зона, что Аюрведа дополнительно, когда описывает лекарственные растения, выделяет свойство, которое называется ВИПАК, эффект после пищеварения. Когда мы говорим о ВИПАКе, это как раз тот момент, к которому очень чувствительно апанавата. И если ВИПАК может на апанавату ее стимулировать, и соответственно может ослаблять. Все зависит от того, какой эффект после пищеварения. Сладкий, острый. Основное назначение апанаваты это нервный контроль над процессами выделения отходов, выделения кишечных отходов и мочи. Кроме того, нельзя сужать апанавату только до толстого кишечника. Это и мочевыделительная система, и еще это контроль над репродуктивной системой, связанной допустим с контролем надмесячными, с процессом эвакуляции, и с контролем родов и рожениц. Считается, что апанавата связана с двумя первыми центрами, с Афгисхана и Мулакхара. И если апанавата выходит из равновесия, она моментально тянет за собой все остальные субдоши, вовлекая их в дисбаланс. Именно поэтому вы хотите восстановить, считается, нужно воздействовать на апанавату в первую очередь. Если вы с помощью пульпаторной диагностики либо с помощью оборудования вида пульса определили, что она находится в расстройстве. Еще раз подчеркнем, какие современные представления с позиции клинической физиологии можно идентифицировать с понятием апанаваты. Это в первую очередь плексусы, нервные сплетения, поясничные, крестцовые, которые как раз и контролируют органы нижней накожарной полости, это кишечник, это делительная система, это репродуктивная система. Это нервный контроль. Если мы посмотрим вот на эту схемку, то мы увидим, что это нижнедрыжевичный узел, это люмбальный отдел спинного мозга, сакральные сегменты спинного мозга, это все те органы, которые как раз контролируют толстый кишечник, выделительный и репродуктивный. Какие нарушения возникают при расстройках апана ваты? Если благодаря удани вате мы развиваем наше сознание, мы развиваем нашу силу воли, это приводит к прояснению нашего сознания, то апана ваты это жизненно необходимый механизм, благодаря которому организм удаляет эндотоксины, но нарушение апаны ваты может приводить к тому, что сознание ограничивается и не происходит роста и развития. Поэтому у данной апаны это такие контр-верзус, две противоположности, которые необходимы организму в своем гармоничном существовании, но каждый из них при своем избытке может формировать определенные тенденции. Считается, при нарушениях апана ваты возникает боли внизу живота, это может быть и по-женски боли, связанные с кишечными коликами, также возникает метеоризм, газообразование, отхождение газом, очень часто идет тенезно, то есть идет паз, 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 возникает нечастость тул, поскольку апана вата способствует спастическим моментам, вот эти тенезмы, они немножко мучают человека, на фоне этого безусловно идет несварение, нарушение процесса пищеварения, поскольку апана вата, выходя из равновесия, моментально выводит из равновесия сама навату, а это нарушает процесс пищеварения тонкой кишечнике, и если говорить о женских проблемах, нарушение апана вата сопровождаются альгодезминарией, то есть болезненными месячными, нерегулярными и избыточным кровопечением гипотезминарией. Доктор Васатлат указывает на то, что нарушение апана вата всегда связано с проблемами с толстым кишечником, со склонностью запором, спазмом, гизурия, то есть непроизвольное мочеиспускание, недержание мочи, нарушение мочеиспускания, скудное мочеиспускание с наполнением мочи пузыря и болями, это все, что можно назвать общим термином гизурия, это тоже связано с нарушением апана ваты. Если у женщин нарушение апана ваты согласно альгодезминарии, то у мужчин нарушение семивыделения, нарушение экуляции, и альгодезминария очень часто связывает апану вату с ишасом, то есть болен по ходу седалищного нерва, который могут иронировать в ногу при определенных вертикогенных проблемах. Атрея Смит указывает, что дисфункция апана ваты всегда будет сопровождаться зашлакованностью организма. На языке появляется налет, характерный для локализации вата, дольше в проекции языка, что косвенно может на это указывать, и постепенно начинает накапливаться амок, который фактически запускает расстройство пищеварения. Он также указывает на то, что апана вата связана с чередующимися запорами и тенезными, не в классическом варианте диареи, а именно тенезными посылами сопровождается в целом упадком сил с тенизацией человека, у женщин нарушение модуль битминструального цикла и с болями в пояснице. Что же, как же можно контролировать эту важную субдошу, которая лежит в основе баланса вата дольше в целом. Самым эффективным способом контроля с позиции лекарств и фитотерапии это травы с ветра горным и если есть возможность поводить определенные манипуляции, это масляные клизмы, которые на санскрите называются басти. Они должны быть назначены специалистом, нельзя с этим экспериментировать. Например, если вы проходите полноценную цитлопанчатарну, то есть очищение одним из действий, которые вам будет рекомендовать врач в цитлопанчатарну, это обязательно будет бастер. Какие лекарственные растения? Есть уникальный сбор, который называется трифалл, трипхалл, куда входят ритаки, амалаки, бахитаки. Вот этот сбор является, пожалуй, самым мощным аргументом для восстановления апанаваты. Благо, что в России эти лекарственные растения есть, они доступны, и если возникает необходимость повлиять на апанавату, препаратом выбора в данном случае является трифхалл. В нем есть компонент, самый главный, пожалуй, который оказывает эффект, это хоритаки, у него профиль вата-как-а-минус действует нейтрально, из других лекарственных растений это аджван, как специя, которая доступна, профиль вата-как-а-минус, кита-плюс, и для апанаваты очень эффективна хатха-йога. В данном случае без каких-то дополнительных ментальных йог и так далее, чисто физические упражнения на уровне локализации, связанной с тростом кишечником, из хатха-йоги очень эффективно в принципе восстанавливает апанавату. Доктор Фроули дополнительно рекомендует для балансирования апанаваты использовать листья малины и лекарственные растения, которые не так просто у нас в России найти, это лодха, мирика и виданта, лекарственные растения. Остановимся в разборе на хоритаке. В принципе в чистом виде это лекарственное растение можно найти на рынках у торговцев, которые торгуют специей. Если вы спросите есть у вас хоритаке, они всегда вам эту специю отвесят и ее можно использовать в чистом виде, либо если есть сложности, то использовать трефалу. Ну не губу, а чистую трефалу. Раса обратите внимание, что хоритаке обладает всеми вкусами, кроме соленого. То есть очень уникальное растение. Крайне редко встречаются растения, которые обладают таким набором вкусов. Это показывает как раз то, что прабхава, то есть уникальное действие лекарственного растения, то, что оно балансирует все три доши, три доши шамок в целом. Имеет согревающую нерелитику, что очень полезно для вата расстройств, сладкий вкус после встроения, что также в принципе за счет того, что он влажный и тяжелый обратный кайф можно будет его восстанавливать. И випака, посмотрите, сладкий. То есть на апановату сладкий вкус действует наиболее благоприятным. То есть если вы самостоятельно планируете выбрать лекарственное растение, вы знаете юридическую формулу, то ключом к действию на апановату это випак. И в данном случае именно сладкий випак. Заболевание, на которое действует хоритаки достаточно обширное. Это и тронхолегочные заболевания, в том числе такие сложные состояния, как астма. Это и проблемы связанные с желудочно-кишечным трактом, нарушение всасывания, спазма, геморрой. При паразитарных инфекциях используется комплексной терапии. При диабете очень сложных заболеваний мы видим. При доброкачественных опухолях желудочно-кишечного тракта. Но здесь, конечно, должен быть опыт и должна быть большая осторожность в комплексной терапии, при заболеваниях сердца, особенно сопровождающиеся нарушением липидного профиля и нарушением свертвости кожных заболеваний, поскольку способствуют выведению токсина через толстый кишечник и таким образом успокаивают кожу. И в целом при нервных расстройствах, которые характерны для вата-доши, мне кажется, растение очень эффективно, поскольку успокаивает опану-вату, она успокаивает вату-доши. Харитаки действует ткани тхату, хорошо действует на пищеварительные каналы, в том числе на каналы, связанные с прану-пранаваха. И субдоши, на которые влияет харитаки, это опану-вату, специфическое селективное действие. Так, у нас остались пита-субдоши, что я предлагаю? Я предлагаю сейчас лучше мне поотвечать на ваши вопросы, коих, наверное, в чате накопилось достаточно много. субдоши, каждой доши, маха-доши, базовая определяющая. По субдошам, вата-доши, мы уже сказали, это опана-вата, если мы хотим восстановить баланс ваты-доши, то в первую очередь мы должны сосредоточить свои взоры на опана-вате. И среди прочего используют и лекарственные растения, и хорошим способом восстановления опана-ваты являются масляные микроклизмочки. Что касается пито-субдоши, то здесь тоши, которая определяет вектор терапии, является пачака-пита. Немножко забегая вперед, мы об этом будем говорить. И если мы хотим уйти пито-доши, то в первую очередь мы должны успокаивать огонь пищеварения, который как раз связан с контролем со стороны пачака-питы. В большинстве случаев мы используем горькие холодные травы и различные другие методы, о которых мы будем говорить. Если говорить о субдошах капха-доши, то здесь у нас в первую очередь мы обращаем внимание на оболамбака капху. Это капха, которая лежит в основе нормального баланса всех субдош капху-доши и какмаха-доши капху в целом. Контроль оболамбака осуществляется за счет использования диуретических капх, если это необходимо при ее избытке слизи. И это в целом балансирует капха-доши. Итак, вата это апана-вата, пита это пачака-пита, пометьте себе, и капха это оболамбака-капха. О пита-су-доши и капху-су-доши мы подробно поговорим в следующей лекции. Сейчас уже, к сожалению, не осталось времени, потому что я постарался подробно остановиться на субдошах. Это очень сложный материал, он сложен в осознавании не только благодаря тому, что малоисточника, а в целом это такой уже глубокий уровень. Я искренне радуюсь за всех участников нашего семинара, которые насваивают эти знания, потому что это действительно позволит вам раскручивать сложный, глубокий болезни, которые есть причин заболевания в любви человека. Осваивает теорию. Значит, Игорь задает вопрос. Очень высокая подвижность души и субдоши при воздействиях на человека. Промасливание дает снижение в разы, ее лицегум тоже очень сильно влияет. Каковы нормативы? Шкала до 10 это потолок. Значит, действительно, мы нормировали шкалу балок в 10-балльной системе. это является потолком. И мы с вами договорились, что есть узкий коридор нормы от 1 до 4, есть широкий коридор нормы от 0 до 4, если брать в целом юридический подход. И все, что ближе к 4, может указывать на дисбаланс. Также снижение меньше единицы может указывать на дисбаланс, но со знакомым. Что касается подвижности, вопрос важный. действительно особенно вата в целом как вата подвижная, не обладает определенной динамикой, но это получается как фотографический съемок. Когда человек идет, он махает руками, вы можете взять его сфотографировать, у него в этот момент времени рука правая будет впереди, сфотографировать чуть позже, она будет позади. Единичная съемка, особенно после каких-то манипуляций, особенно в нестандартных условиях, она будет показывать динамику, то есть то, как рефлексирует энергетика человека на это воздействие. Если вы хотите добиться воспроизводимости, есть жесткие требования, которые нужно выполнить. Другое дело, что когда перед вами стоит задача оценить эту динамику, ну, к примеру, вы учите человека правильно дышать, используя, например, свои подходы, либо вот мы читаем лекции вам для патренажера Фролова используют модули медитации и так далее. И вам нужно посмотреть динамику, то есть то, как рефлексирует, посмотреть вектор развития. В этом случае как раз это не значит, что она прямо изменилась, нет, вы просто стимулировали и вы видите вектор изменения и в своей логике уже понимаете, ага, это воздействие даст вот такой толчок, но это не значит, что там через час у него эти изменения закрепятся, нет, они вернутся назад к своему базовому состоянию, но вот именно эту тенденцию с помощью, если хотите, функциональной пробы вы как раз могли оценить и ее использовать, чтобы понимать. Кстати, знаю врачей, которые гомеопаты привыкли делать подбор с помощью различных методик, таких как, допустим, полевская методика, они используют как раз динамику по суббошим при назначении лекарственных растений никогда хотят еще более конституционально подобрать, ну с учетом вообще индивидуальности человека, когда дают лекарственные растения и вот в этом отношении снимают тенденцию и ту тенденцию, которая необходима, они оценивают. Нам задают вопросы, можно ли подбирать лекарственные растения не классическим способом, если они не имеют классическое описание, вот в этом случае как раз можно использовать данный подход того, что наш организм динамичен, и эту тенденцию мы можем определять. Так, вот Светлана задает нам вопрос, какие проноямы использовать? Согревающие, успокаивающие и так далее. В целом, такие рекомендации для вата Доши это безусловно, согревающие, не стимулирующие, расслабляющие проноямы. Что касается асан, это тоже должно быть асан по типу конституции, для этого пользуйтесь модулем йога-терапии, где мы специально для вас, Михаил Беякович, ранжировали асаны с акцентом на методике, рекомендованной Дэвидом Фроуи, и вы можете кондиционально подбор асан, которые кондиционально даются, асаны в целом должны быть статическими и расслабляющими. Для этого пронояма должна быть охлаждающая и невозбуждающая, она тоже должна быть седативной. Что касается асан, то безусловно по типу конституции здесь можно использовать в том числе и динамические асаны, но не стимулирующиеся. Что касается капха, то здесь можно пополнить, то есть дается стимулирующая энергетически желательно согревающая пронояма, как правило, какая с высокой частотой, с высокой глубиной дыхания, всегда методики стимуляционные. Что касается асан, то даются нагрузочные схемы, когда динамические асаны с множественными переходами, с нагрузками, желательно тоже с согревающим эффектом, поскольку капха, она в целом обладает прохладные качества. Алёна задает вопрос про уточнение дисфункции данной ваты выше 4 единиц. Еще раз, общее правило для всех суд-дош. Общее правило. диапазон узкой нормы это 1-4. Мы специально выделяем клинически это обосновано. С точки зрения аюрведы считается, что суб-доша нормы, либо она дисбалансирована. Прямо на состояние дисбаланса может указывать выход любой суб-доши выше 4 единиц. Снижение меньшей единицы это тонкий нюанс, который может привлекать ваше внимание с тем, чтобы вы анализировали почему она так сильно занижена. Нет ли в этом тоже каких-то процессов. Обращаем внимание именно на этот диапазон. Игорь задает вопросы. Цикличные изменения пульса от 70 до 90 в течение всех 5 минут обследования причины. У некоторых людей, особенно спортивного телосложения или у людей, которые занимались профессионально особенно аэробными видами спорта, когда была большая физическая нагрузка, типа бегу, на длительной дистанции, где приходилось управлять своим дыханием, чтобы восстанавливать энергетику, не закисляться и так далее, формируют у людей высокие, большие легочные объемы. У них возникает феномен, который называется респираторная синусовая аритмия. Это физиологическое состояние, которое проявляется в том, что в зависимости от фазы вдоха либо фазы выдоха частота сердечных сокращений моделируется процессом дыхания. Давайте проведем очень простой эксперимент. Возьмите сейчас свой пульс, нащупайте в любой точке пульса и попробуйте сделать глубокий вдох, при этом внимательно оценивайте, как изменяется динамика пульса и затем сделать глубокий выдох. И так некоторое время подышать. Вы обратите очень интересную особенность, на которую еще 200 лет назад обратили немецкие физиологи, которые первыми описали феномен респираторной синусовой аритмии и появились такие понятия, как волны травбы, волны швабы и так далее в физиологии. Оказывается, что во время вдоха частота сердечных сокращений у нас увеличивается. Во время выдоха, но не сильно продолжительного, когда мы паузу выдерживаем длительную, а физиологического выдоха с затягиванием процесса дыхания частота сердечных сокращений уменьшается. Кстати, вот эта техника сознательного управления процессом дыхания лежит как раз в основе работы модуля биоуправления. когда человек управляя своим дыханием пытается удлинять фазу выдоха, он таким образом урежает частоту сердечных сокращений, расслабляя сердце, и это является уникальной технологией, которая пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями может продлять жизнь, потому что показано, что если кардиологический пациент учится расслабляться, снижая частоту сердечных сокращений хотя бы дотиапазона 70-60 ударов в минуту, а лучше где-то ближе к 60, то он увеличивает продолжительность своей жизни на четверть, представляете, на 25%. Поэтому фармакологические гиганты разработали уникальный лекарственный препарат группы Ива Бродина, который продается в аптеках, он обладает действием на клетки письмейкера, фактически блокирующие характеры возбуждения, но это химический препарат, который непонятно с какими побочистыми эффектами, человек может сознательно учиться расслаблять сердце, а через расслабление сердца учиться расслаблять целым свой организм. Как раз изменение пульса от 70 до 90, если, конечно, Игорь, это не артефакт, и вам нужно посмотреть, правильно ли стоят маркеры, вертикальные маркеры на ЗЦР, то, скорее всего, это респираторная синусовая аритмия, вот о которой я вам сейчас рассказал. Как раз то, что человек гипотоник, это как раз указывает на то, что у этих людей больше выражена респираторная синусовая аритмия. Александр задает нам вопрос. Александр, я бы хотел поблагодарить как раз за ряд материалов, которые он мне прислал при подготовке к лекциям по субдошам, в частности, по некоторым рекомендациям по Дэвиду Хоули. Связаны ли субдоши между собой, как сообщается, сосуды по аналогии с махадошием, например, понижена высокая пранваи, будет ли расти сниженно понаваю. Тут безусловно, эта логика напрашивается, но скорее всего она не линейная. То есть не будет так, что если там много прановаты, то мало гьяноваты или опановаты. Но поскольку энергия, вот ее определенное количество и при дисбалансе она безусловно направляется туда, где-то дисбаланс в большей степени выраженности. Это так же, как вот, если хотите, в традиционной китайской медицине система связи между каналами. Должен, кстати, сейчас сказать, что мы разрабатываем уникальное дополнение к модулю рефлексотерапии, которое будет основано на подходе переключения потоков энергии в каналах с формированием рецептов, чтобы эти переключения осуществлять. То есть, когда в канале избыток энергии или недостаток, помимо нозологического рецепта, который сейчас в модуле рефлексотерапии есть, будет рецепт, который будет воздействовать как раз на переключение этих каналов подобно сообщающим сосудам. Поэтому логика здесь абсолютно верна, но эта логика она нелинейна. То есть, нельзя сказать, что есть четыре яблока, если внутри забрали, то одно осталось. Живой организм слишком сложен и многомерен. Так, Алена спрашивает про следующую лекцию. Сделаю вам небольшое объявление, особенно если есть москвичи. 1 марта у меня состоится семинар в Москве. по пульсовой диагностике, поэтому все москвичи часто задают вопрос, когда вы к нам приедете, вот я к вам приезжаю в гости, все желающие, кто хочет на этот семинар прийти, буквально символичная плата, обратитесь в отдел коммерческий, либо напишите письмо на электронную почту, указанную на сайте. Вас зарегистрируют, нужно сказать, что у нас уже больше 40 участников семинара, мест будет ограничено, поэтому мы, возможно, к сожалению, будем даже уже отказывать людям, поэтому уточните, остались ли места. Поэтому сложный график у меня лично сейчас. Затем у нас будет крупная выставка в IT-индустрии, на которую нас пригласили в Москве с 10 по 14, мы будем прицелить технологии традиционной медицины. Закрытая выставка в формате B2B, от бизнеса к бизнесу, где IT-специалисты встречаются, обменяются мнениями, формируют новые команды и встречаются с инвесторами. И в 20-х числах у нас будет семинар в Голландии, он ассоциирован с заседанием Европейского общества юридического, где съедутся со многих стран юридические специалисты, и мы будем делать школу по курсовой диагностики. Можно сказать, что у нас сейчас в Голландии, Бельгии, Люксембурге больше 30 специалистов, такой конгломерат сформировался, который использует видопульсы. Поэтому март достаточно плотный график, но раскрою небольшой секрет, меня, наверное, Нина сейчас за это будет ругать, мы на самом деле формируем для вас очень уникальную подборку лекций в марте. В частности, будет читать лекции Михаила Альбертовича Соботялова, и большинство лекций будет посвящено женскому здоровью. Что касается продолжения моих лекций, если по времени все будет удачно получаться, то продолжение этой лекции будет в марте. Если нет, то, безусловно, она будет в апреле, анонсы вы получите. Так. Запись вебинара, где будет, как ее найти. Все участники вебинара получат прямую ссылку на наш канал YouTube. Канал YouTube у нас имеет открытую часть бесплатной лекции и закрытую часть. В закрытой части у нас имеют доступ только те пользователи, которые непосредственно участвовали очно в платном семинаре. И, как вы знаете, Нина всегда по окончании платного семинара, Нина это отдела технической поддержки нашей, Нина Шевчук, она вышлет вам прямую ссылку, где вы в любой момент сможете еще раз посмотреть, что-то законспектировать, что не успели повторить. Ну вот, Галина тот же самый нам вопрос еще раз задает по YouTube, я уже ответил. Наталья, спасибо за рекомендации, благодарю вас. Татьяна, кстати, вот информация в Санкт-Петербурге, Татьяна, это тоже для вас с Олегом Литвиновым информация, состоится общество хитотерапевтов, на котором будет выступать все ведущие фитотерапевты, и у Лисиовской, это, как вы знаете, одна из учителей, Михаила Альбертовича, она ведущий фитотерапевт у нас в России, скоро состоится цикл по фитотерапии, по клинической фитотерапии. Всем, кому это интересно, вот у нас была информация, тогда она должна была нам читать заочный цикл по фитотерапии, но мы, к сожалению, не успели набрать людей, причем этот семинар был бесплатный, но вот как-то, видимо, не сезон тогда был, люди были в разъездах, вот сейчас этот семинар, конечно, будет платный, всех, кого это интересует, мы информацию можем передать, извиняюсь, Лисиовская просила на моей лекции об этом вам сказать, а вот для Татьяны с Олегом я бы очень настойчиво рекомендовал посетить заседание Санкт-Петербургского общества по фитотерапии, где будут выступления и доклады. Да, Татьяна, мы Олегу вышли координаты. Коллеги, если есть еще вопросы, то с удовольствием вам ответить. Лекция сложная, она, наверное, должна, несколько раз ее надо послушать, потому что есть нюансы, которые сразу не осознаются и не требуют определенного вмещения, определенного опыта. Накапливайте этот опыт, делитесь этим опытом с нами, мы с удовольствием вступаем в контакт, если возникают интересные случаи, особенно, если эти интересные случаи находятся в сопоставлении с данными дополнительными инструментальными УЗИ, томография, биохимические анализы и так далее, потому что все это в целом делает общую работу валидизации технологий, поэтому, если такие пациенты есть, у меня к вам, друзья, убедительная просьба, конспектируйте, пришел человек с большим талмудом своей карточкой и вы провели обследование, есть последние методы исследования другими классическими инструментальными методами, конспектируйте, высылайте нам, особенно курсанты курса Михаила Альбертовича, который делает дипломные работы, это в целом поможет нам быстро сформировать атлас, который от нас просят пользователи, где мы сможем типовые варианты описывать. по клинической фитотерапии коллеги присылайте ваш запрос о том, что вы хотите их участвовать, мы вам вышлем всю информацию, к сожалению, я сейчас просто не владею этой информацией в памяти, мне нужно просто обратиться к тем данным, которые Лисеовская прислала, ему вам их просто перешлем, вы напрямую сможете связываться. Что касается обсуждения данных с Еленой Алексеем Норчебасовой, то обучение безусловно, безусловно, вы можете это все обсуждать. Письма пишите на Нину, это проще, вы с ней в контакте, поэтому не вопросы. Ну и, коллеги, у нас сегодня есть такое радостное событие, поскольку мы все команда Веда Пульс, вы часть нашей команды, мы искренне заботимся о том, чтобы вы росли вместе с нами как специалисты, поэтому вот у нас есть Марина Шерстюк, у которой сегодня день рождения, поэтому я от лица всей компании, от наших пользователей, раз так совпало, 19 февраля, вас поздравляю, Марина. А меня Нина поправляет, Марина Шерстюк. Коллеги, всего доброго, на этом я прощаюсь, рад видеть много знакомых имен, до встречи в эфире, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok